Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Засуха подкралась незаметно. Коммунальная авария оставила без воды жителей сразу трех самарских поселков. Защитник на скамейке штрафников. Мошенническая схема привела самарского адвоката за решетку. Крылья сложили палатки. Коробейникам, торгующим уже до вокзала, сегодня испортили бизнес. 73 тысячи самарцев остались без холодной воды. Ее отключили в поселках Мехзавод. Крутые ключи и Новая Самара. Это произошло из-за утечки на водоводе диаметром 700 миллиметров. По одной из версий трубу повредили дорожные рабочие, которые проводят реконструкцию московского шоссе. В результате аварии без воды остались 673 жилых дома. Водоснабжение должны восстановить сегодня, к 16 часам. СКС организовал подвоз питьевой воды бойлерами, которые выставлены по нескольким адресам. Утром был произведен демонтаж разрушенной трубы. Была подготовлена новая труба для монтажа. В районе 11 часов рабочие были готовы завести новую трубу. Но началось оседание грунта. По состоянию на 11 часов идут дополнительные земляные работы. Расчищается грунт вокруг котлована, расчищается сам котлован для того, чтобы освободить место, завести и установить новую трубу. Приговор адвокату останется без изменений. Рамиза Мамедова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и осудили на 5 лет колонии. По материалам дела, в прошлом году адвокат сообщил супруге своего подзащитного, что с его легкой руки судья вынесет не столь суровый приговор, как изначально планировалось. За свои услуги Мамедов запросил полтора миллиона рублей. Но, как выяснилось, повлиять на решение суда у него возможностей не было. Адвоката сотрудники ФСБ задержали с поличным. Поясните происхождение этих денег. Откуда они у вас? Просто вынесло и вам отдавали. Достало и бить его. За что конкретно? Можете это выяснить? Она вам должна за что-то или что? Я представляю интерес ее супругу в уголовном суде производстве. В три файла завернуты денежные средства. По 5 тысяч рублей каждая купюра. Три стопки мы лежат денежных средств по 100 штук в каждый. Апелляционные жалобы с просьбой смягчить наказание Мамедова рассматривали в Самарском областном суде. Приговор решено оставить прежним. Незаконные торговли-бой в железнодорожном районе Самары устроили переполох на стихийных рынках. Сотрудники администрации вместе с полицией ловили нарушителей, которые развернули торговлю в непредназначенных для этого местах. Зачастую после таких торговцев на улицах остается мусор, а сами продавцы не имеют никаких документов. В рейд ходила и Марина Матвейшина. Протоколам продавца уже не удивить. Мария Зверева торгует в киоске возле железнодорожного вокзала уже много лет. Документы на торговлю не оформляет хозяин палатки, а штраф за их отсутствие приходится платить женщине из своего кармана. Да здесь всю жизнь торговали. Здесь же торгуют 25 лет. Лучше я штраф заплату в тысячу рублей раз в месяц, грубо говоря, чем я пойду работать за 6 тысяч рублей. Пока сотрудники районной администрации и полиции составляют протокол на одного продавца, другие скрываются, предварительно прикрыв товар от лишних глаз и рук. Такие рейды районные власти проводят регулярно. Точки, которые торгуют незаконно, периодически появляются. То есть мы стараемся, вставляем протоколы на них, объясняем, что их действие незаконно, что в дальнейшем на них будет и продолжаться, и дальше вставляются протоколы. То есть они должны прекратить, либо получить законные основания для торговли. Многие торговцы, заплатив несколько раз штраф, понимают, заниматься продажей незаконно невыгодно. Тогда они либо добиваются разрешения на торговлю в администрации, либо уходят в отведенные для этого места. Районные власти будут выходить в рейды до тех пор, пока полностью не искоренят незаконную торговлю на улицах города. Тогда, говорят сотрудники, и город будет выглядеть лучше, и не превратиться в большой базар. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. Приведут в порядок не только дорогу, но и прилегающие скверы в Самаре ремонтируют улицу Молодогвардейскую. Здесь появится новый асфальт, газон, уличное освещение, дорожная разметка. Чтобы не мешать движению, работы ведут в темное время суток. Этой ночью не спала и Алина Чемерес. Ровными слоями асфальт ложится на проезжую часть этой ночью, приводит в порядок Молодогвардейскую. Основные работы по комплексному ремонту в темное время суток, чтобы не мешать движению. Улица преобразится от Вилоновской до Невской. Здесь благоустроят тротуары, газоны, установят бордюры, обновят дорожное полотно, нанесут разметку. Улица Молодогвардейская включает в себя также ремонт сквера «30 лет победы» вместе с фонтаном. Также сквер Шанхай и сквер Галактионова. На данных скверах будет установлено новое освещение. Система автоматического полива газонов. Будет выложена плитка. В планах закончить комплексный ремонт до конца октября, но рабочие идут с опережением графика. Контроль на каждом этапе. Если будут обнаружены нарушения, подрядчику предстоит их устранить. Гарантия на новый асфальт – 5 лет. На разметку – 2 года. Такая дорога, уверяют рабочие, прослужит долго. Будут ездить и грузовики, и легковые автомобили. Весь гарантийный срок дорога отстоит и даже больше. Работа на Молодогвардейской спланирована так, чтобы по улице в любое время можно было проехать. Полностью здесь движение не перекрывают. Автомобилистов просят по возможности не парковаться вдоль проезжей части. Комплексный ремонт дорог одновременно ведется по всему городу. Сейчас также в порядок приводят красноармейскую фрунзу Максима Горького, Венца Кадыбенко. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. Далее, коротко о других событиях дня. До конца года в Положье пройдут более 40 батальонных и бригадных учений в Центральном военном округе. Самым масштабным станет учение на Тотском полигоне в конце сентября-начале октября. В нем примут участие тяжелая мотострелковая бригада, дислоцированная в Оренбургской области, и миротворческая мотострелковая бригада из Самарской области. Также в августе запланировано учение войск противовоздушной обороны ВВС и ПВО. 29-летний самарец попал на скамью подсудимых за оскорбительные и нецензурные тексты, которые он публиковал на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Молодой человек крайне негативно высказывался о межнациональных браках и представителях кавказской национальности. Как установили следователи, он занимался подобной деятельностью на протяжении года, снабжая свои посты вызывающими иллюстрациями. Для того, чтобы остаться безнаказанным, использовал псевдоним «Моряк». Теперь служителям Фемида предстоит решить, какое наказание ему назначить. В Самаре оштрафовали мужчину, снимавшего Волгу с квадрокоптера. 29-летний горожанин запустил устройство неподалеку от Самарского речного вокзала без согласования со службой аэронавигации. И был пойман с поличным инспектором государственного авиационного надзора. Мужчине предстоит заплатить 3000 рублей штрафа. 27 мая в Самаре пройдет фестиваль прессы уже в 24-й раз. И впервые на территории парка имени Юрия Гагарина. Тема нынешнего фестиваля – «Самара в игре» и посвященному предстоящему всемирному спортивному событию – Чемпионату мира по футболу. В мероприятии примут участие ведущие СМИ региона, в том числе и телеканал «Самары ГИС». Наша площадка находится сразу же у входа со стороны Московского шоссе. Гостей будет встречать духовой оркестр под управлением Марка Когана. В программе также конкурсы, футбольные мастер-классы, фотобудка и фотозона в стиле ретро. Начало праздника в 11.00. Вход свободный. Сегодня в Самаре сохранится солнечная погода. Днем – 21-23 градуса тепла. А вот на выходные синоптики дают не столь радужный прогноз. Уже в субботу вечером возможен небольшой дождь, а в воскресенье и вовсе начнется похолодание. Температура днем опустится до отметки 15, а вечером будет уже только 10 градусов тепла и вновь местами возможны осадки. Речной туризм раздвигает границы. Сызрань принимает теплоходы на швартовку. В этом году проект будет работать в тестовом режиме. А в год проведения чемпионата мира по футболу планируется его включить в регулярное расписание круизных судов. Из речного порта Самары вернулся наш корреспондент. К третьему причалу Самарского речпорта швартуется судно на подводных крыльях «Восход». Скоростной катер привез туристов из Сызрани. Путешествие по Волге заняло всего пару часов и стоило 400 рублей за билет. Это быстрее и дешевле, чем на электричке или автобусе. Открытие скоростной линии после почти 20-летнего перерыва состоялось в сентябре прошлого года. Сейчас на ходу три катера класса «Восход». Судам советской эпохи хоть и 40 лет, но они прошли капремонт и готовы послужить отдыхающим. Судно получилось более экономичным, более быстроходным и с комфортом перевозят пассажиров на скоростных транспортных маршрутах. В этом году в Сызрань кроме скоростных судов будут входить и круизные лайнеры. Они там не останавливались уже более 10 лет. Специально для швартовки кораблей углубили дно и укрепили причал. В этом году речной порт в тестовом режиме сможет ежедневно принимать до 10 теплоходов. В следующем уже сотни судов. А в туристической поездке по Волге этот уездный город уже числится как культурная достопримечательность. Это обзорные экскурсии, это прогулки по центральной части с посещением Кремля, Крывеческого музея. Достаточно большое и интересное Сызранье. Мы сможем предложить прогулки по садовому подворью. Это познакомиться с хозяйством местных умельцев, которые выращивают и виноград, и орехи, предлагают это и к реализации. С каждым годом для путешествий все больше самарцев выбирают речной транспорт. В прошлом сезоне продали больше одного миллиона билетов. Будь то круизные теплоходы или речные трамвайчики и восходы. Самарский регион занимает второе место после Москвы по пассажироперевозкам в Россию и первое в Поволжье. Марина Кравцова, Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующим эфирам. Дорога чемпиона. Журналистам покажут, на каком этапе строительство улицы Арена-2018. Непростой процесс слияния. Ученый совет Самарского технического университета проголосовал за объединение с факультетами архитектурного вуза. Без дебатов не обошлось. Прощай очередь. В Самаре открыли отделение почты нового формата. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова